Переходим к антифризу. Насколько вы помните, в джиле и в линках красный антифриз. Судя по комментариям, я с вами согласен, особо отличий в красном или зеленом антифризах нет. Но мы наслышаны, что автомобили, которые сделаны для азиатского рынка, для Китая, у нас китайский автомобиль, состав антифриза не настолько морозостойкий, насколько вольвовский концентрат. Вольвовский концентрат до 38 градусов заявлен. Не то, чтобы он мерзнет в лед при этой температуре, но он густеет. А вот как себя ведет антифриз, который в этом автомобиле, мы сольем и посмотрим. Соответственно, зальем вместо красного вольвский зеленый антифриз, а перед этим мы всю охлаждающую жидкость, систему охлаждения, вернее, промоем с помощью вот такой ликвимолевской присадочки, вернее, очистителя системы охлаждения. Как мы это сделаем? Мы зальем дистиллированную воду с этой приставки, погоняем все это дело, опять сольем и зальем вольвский оригинальный антифриз.